да пожалуйста ну фотонные кристаллы да я уже сказал моделирование на сегодняшний день в основном это моделирование но существует еще некоторые это игры как я уже обозначил существует еще одно интересное применение дело в том что существует такой класс клеточных автоматов с достаточно интересными правилами перехода очень похожими на нейронные сети там очень простые правила и эти модели берут просто количество тем что в регрессионных или любых других математических нейронных моделях мы не можем просчитать просто из-за сложности уравнения это можно просчитать только лишь имитационно то есть создав экспериментальную сеть нейросеть до в рамках этого клеточного пространства и посмотрев что получилось ну и наблюдает закономерности находить эти закономерности описывать их идти по пути оценки по которому шел джон фон нейман когда доказывал свое необходимое количество состояний для создания самого производящейся машины вот одно из интересных применений также я хотел еще упомянуть одно одну штуку которая очень похожа по своей работе на клеточный автомат это квантовые процессоры квантовые процессоры состоят из вычислительных точек которые собственно говоря в зависимости от состояния соседних могут приобретать статистически то или иное состояние данный вид клеточных автоматов называется статистическим и когда сейчас грубо говоря благодаря вот этим математическим моделям клеточных автоматов мы можем уже получать какие-то интересные квантовые процессоры я ответил спасибо это скажем так связано с математическими моделями и скажем дискретностью состояний те то система которая рассказывает игра жизни она дискретно то есть у нас состояние описаны четко их определенное четкое количество количество клеточек у нас тоже четкое количество окрестностей клеточек тоже описаны четко однако существует еще вариации клеточных автоматов где у нас есть статистические правила переходов есть нечеткие состояния например вещественного характера ну то есть клеточка к примеру имеет вес 1028 или 2 и 34 но а здесь можно почти плотной приходим фрактал доказал теоретическую возможность существования самов производящихся машина почему они до сих пор они существуют я к сожалению просто не смог у меня нет большой картинки в большом разрешении показывающую работу одного из таких автоматов они существуют есть развитие модели фон неймана и есть автоматы с 32 состояний и есть автомат из 36 состояний которые дополняют немножечко то чего не хватало наименовской модели но по сути дела они просто там немножечко пространство меня вот 36 автомат из 36 состояний имеет ячейки гексагональной формы смысле это как печениные соты и вот если вы хорошенечко погуглите я вам обещаю что вы найдете очень много интересного по этой теме что-то чего вы скорее всего никогда уже не видны